На Псалом 120-й Песни Восхождения Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Посмотри на душу, которая, подвергшись бедствием, затрудняется, недоумевает и желает получить утешение через обращение к Богу. Это опять действие и польза искушения, а не окрыляет ее, возбуждает и заставляет искать высшей помощи, отрешая от всего житейского. Если же иудеи, грубые и привязанные к земле, от страданий во время плена сделались столь благоразумными и обратились к небу, то тем более мы во время бедствий должны поступать так и прибегать к Богу. От нас требуется большее совершенство, нежели от них. Находясь среди врагов, не имея ни города, ни стены, ни башни, ни оружия, ни помощи от людей, ни богатства, ничего подобного, Но, пребывая в плену и рабстве своих владык, и вместе врагов, будучи угнетаемыми такими великими бедствиями, они прибегли к непобедимой деснице, и решенные средств человеческих, самой беспомощностью, научились любомутрствовать, потому и говорили, «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя?» Все человеческое уничтожилось, погибло, исчезло. Одно только осталось – от Бога спасение. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Видишь ли, как они ищут Бога везде, и на земле, и на небе, и на горах, и в пустыне, везде представляя Его перед собою. Видишь ли, как душа их возвышалась, как они проповедуют о промысле, простирающемся на все. Не напрасно пророк прибавил, сотворившего небо и землю, но прикровенно выразил такую мысль. Если он сотворил небо и землю, то может помочь везде и в чужой земле, подать руку и стране иноплеменников, спасти лишенных и отечества. Если одним словом произвел такие стихии, то тем более может избавить нас от иноплеменников. Видишь ли, как любомудрствуют те, которые были бесчувственнее камней и жили в чужой земле. Они вспоминают уже не о храме, но о небе и земле. Посмотри, как они исповедуют творчество, премудрость и промышление Божие. Те, которые прежде говорили верю Бог мой ты, и камни ты меня родил, исповедует теперь Творца Вселенной. Помощь моя от Господа, а не от людей. Не от коней, не от богатства, не от союзников, не от оград. Помощь наша от Господа. Эта помощь непреодолима. Это содействие непобедимо. И не только непобедимо, но и легко и удобно. Не нужно ни идти далеко, ни кланяться привратникам, ни сдерживать деньги, ни отправлять посольству. Но можно, оставаясь дома, приобрести это покровительство. Только нужно отрешиться от всего человеческого, держаться этой надежды. Иметь острое зрение и смотреть на предметы высокие. Для того Бога сотворил из всех животных только одного человека с прямым станом. И утвердил глаза его в верхней части тела, чтобы научить его и самой внешностью, что он должен взирать в высоту. Только одно это животное устроено таким образом, а все прочие смотрят вниз и обращены к земле. Человек же обращен к небу, чтобы он смотрел туда, о том любомудрствовал, о том помышлял и имел острое зрение души. Потому-то и сказал один премудрый, мудрого очи в голове у него, и крестьястам 2.14. То есть он чужд всего низкого, стремится к небу, помышляет о высоком. 123. Не даст он поколебать о ноге твоей, не воздремлет, хранящий тебя. Видишь ли, какие-то слова требуются от нас и ревности. Так как они упомянули о помощи Божией, призвали помощь свыше, то пророк увещевает, предлагает совет. И как бы так говорит, если хочешь получить ее, то сделай должное с твоей стороны. Что же именно он советует? Не даст он поколебаться ноге твоей. То есть не уклоняйся, не соблазняйся, и тогда Бог подаст тебе руку помощи. Не оставит тебя, не отступит от тебя. Таким образом, от нас зависит начало дела. Оно в нашей власти. Если же это в нашей власти, то, желая получить что-нибудь, мы должны приносить нечто за своей стороны. Этого хочет и Бог. Хотя мало и незначительно, однако должны приносить, не оставаясь в бездействии, не предаваясь зримоте и сну, не отчаиваясь, но действуя и стараясь спасти себя. Потому Господь наградил и тех, которые работали только с одиннадцатого часа, хотя много ли могли сделать пришедшие в одиннадцатом часу. Но Он сделал это для того, чтобы в работе их получить повод, иметь основание к дарованию венцов. Потому Пророк и говорит, не дашь он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Когда ты сядешь и сделаешь должность твоей стороны, тогда последует и зависящее от него. Отсюда открывается еще и то, что если мы сделаем должность нашей стороны, и тогда имеем нужду в его помощи, чтобы достигнуть безопасности, чтобы оставаться непоколебимыми. 373. Кто же попускает колебаться ноге своей? Тот, кто гоняется за вещами тленными, не имеющими твердого основания, например, придается пристрастий к богатству, любви к житейскому. Потому такие люди часто колеблются и падают, подвергая сами себя крайней опасности. Эти вещи никогда не бывают твердыми и постоянными, но всегда колеблются и изменяются. Колеблются хуже волн, проходят скорее водных потоков и рассыпаются легче всякого песку. Не дремлет и не спит хранящий тебя. Если ты, говорит, так устроил себя, то и он не дремлет и не спит хранящий Израиля. То есть не презрить, не выдаст, не оставить тебя обнаженным и беспомощным. Желая выразить это, он не напрасно сказал хранящий Израиля. Смысл этих слов следующий. Если Бог постоянно издревле со времени предков твоих действовал для доставления тебе безопасности, то он не оставит свое дело, не перестанет делать так, как делал постоянно. Если только ты не дашь поколебать о нойде своей, и не только не оставить тебя, но и защитить с великою силою. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Он будет, говорит, твоим покровителям, помощникам, защитникам. Видишь ли, как и здесь он хочет сделать тебя деятельным. Как бывает у воинов, стоящих в строю. Он встанет по правую руку твою, чтобы ты был непобедим, деятельным, тверд, силен, чтобы воздвигнуть трофеи. Одержал победу, потому что этой рукой мы преимущественно делаем все. Он не только будет находиться при тебе, и не то только будет помощником твоим, но и покровом. Опять повторяю. Предметами, близкими к нам, пророк означает помощь Божию. Здесь ницей и покровом изображает полное хранение и ближайшее содействие Божие. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Это было тогда, когда они выходили из Египта и странствовали в пустыне. Здесь он выражает великую безопасность. Впрочем, может быть и тогда, при возвращении из Вавилона, они удостоились подобного чуда каким-нибудь другим образом. Поэтому, желая показать особенное промышление Божие, пророк прибавляет, что Бог не только избавит их от бедствий, но и от того, что обыкновенно бывает с людьми. Потому что щедродательна милость Его, неизреченно человеколюбие. Не по мере нужды нашей Он подает нам помощь Свою, но превышает дарами Своими и самые прошения наши. Господь сохранит Тебя от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Тот, кто не попускает Тебе подвергаться даже малым неприятностям и до такой степени простирает свое помпечение промышления, конечно, еще более защитит Тебя от всего другого. Великая печаль отступает и проходит отмановение Божие, чего у людей не может быть. Человек часто от одного зла избавил, а другого не мог, или мог, но не хотел. А всемогущая и всесильная десница Божия, какое бы ни случилось бед, может прекратить его, может избавить и освободить Тебя от всего. Господь будет охранять выхождение Твое и вхождение Твое отныне и вовек. Видишь ли, постоянную помощь везде и при входе, и при выходе. Что может сравниться с такой любовью, с таким человеколюбием? Этими словами пророк означает всю жизнь, потому что из этого слагается вся жизнь. Из входов и выходов. Выражая это яснее, он присовокупляет. Отныне и до века. Не на один день, говорит, не на два, на три, на десять, на двадцать или на сто. Но постоянно, чего у людей не бывает. У них великое непостоянство, частые перемены, внезапные перевороты. Сегодня друг, завтра враг. Сегодня помогает, завтра оставляет. И часто не только оставляет, но и начинает враждовать и строить козни. Злее всякого врага. Дела же Божии неизменны, постоянны, вечны, тверды, бесконечны. Чтобы нам удостоиться их, будем исполнять должное с нашей стороны. И таким образом достигать великой безопасности и будущих благ о Христе Иисусе Господе нашим, Которому слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok